Маша, привет. Привет, Света. Очень рада видеть тебя. Тоже очень рада. Ты выглядишь просто отлично. Теперь немножко о себе. Расскажи нашему зрителю. Меня зовут Мария. Я проживаю в городе Иваново. Мне 31 год. В данный момент я нахожусь в счастливых отношениях. Работаю на работе, которая мне нравится. Худею вместе с тобой. И благодаря тебе я могу сказать, что сейчас я жила полную жизнь. Я счастлива. У меня есть любимое занятие. И я очень рада знакомству с тобой, что вот так все получилось. Расскажи немножко свою историю. Как вес набирался? Что произошло? Я тут недавно разговаривала на эту тему с подружкой. Я ей говорю, ты знаешь, как будто я была 50 кг, а на среднем я проснулась, я 85 почти. То есть тут как таковой истории нет. Я всегда была самой маленькой и самой худенькой в классе. В первом классе я даже давала последний звонок для старшеклассников. Потому что была самая малышка. И мне легче всего было нести. И так было в протяжении всей моей жизни до 18 лет. Потом вес просто начал набираться. И я думаю, вроде ем как обычно, все как всегда. А вес набирается. Что-то не так. Наверное, гормоны. Пошла, проверила гормоны. Все в порядке. Я думаю, ну, значит, обмен веществ с весом. У меня и мама полная, и бабушка. Ну, ничего я поделать с этим не могу. Значит, как бы. Вот. И вес набирался, набирался, набирался. И вот прошлой зимой я пришла уже к сознанию, что пора что-то делать. Потому что так продолжаться не может. Это уже просто не я, на самом деле. Какой максимальный у тебя вес был? Максимальный у меня был около 85 килограмм. Это было в декабре. Ну, получается, уже два года назад. Восемнадцатого года. Угу. Угу. Ну, а что ты что-то предпринимала, кроме того, как там анализ дала, только врачу сходила. Вот еще что-то предпринимала, пробовала как-то похудеть? Да, у меня было несколько попыток. Первая, наверное, попытка это была вот, может быть, лет 18-19 как раз. Ну, тогда, знаешь, диеты все были записаны на листочках. И там, я тебе принесу, переписусь. Вот. Собственно, моя знакомая принесла мне капустную диету. Я говорю, ладно, попробую. Ну, не помню, там в чем смысл. Ну, там капуста и кефир основные ингредиенты были. Я продержалась два с половиной дня, потому что кефир я ни разу, в принципе, не пила. И когда я его попробовала, как эту дрянь можно пить? Два с половиной дня я кое-как продержалась и сказала, все, хватит. Диета – это не мое. Ну, потом у меня тоже были попытки. Чисто спорт. Я занималась в тренажерном зале, но мне всегда хватало ненадолго. Два с половиной – три. Потом я начинала уставать. Мне надоедало. Я переставала ходить. Последняя попытка была – это года три-четыре назад. Опять-таки спорт. Это был уже просто фитнес и плюс тренажерный зал. Я также проходила два месяца. Я не отслеживала вес. Я смотрела по объему. Я даже не замеривалась. Я просто смотрела по одежде, по фигуре. Да, ну, как бы объемы уходили. Но потом опять что-то произошло. Наступили праздники майские. Зал закрылся. Я не ходила. И потом мне уже было лень начинать. И, в общем, все так я и забросила. И небольшие истории были. Слушай, а ты ко мне пришла прошлой зимой, да? Нет, я пришла в марте на тринадцатый поток. Это было на тринадцатый поток. С десятого, по-моему, или с двенадцатого марта у нас начинался. Да, да, да. Сразу после восьмого марта. Точно, точно. И тогда вес был какой у тебя максимальный? Тогда у меня был вес, я начинала восемьдесят два и пять. А знаешь, вот очень интересно. Ну, вот что тебя сподвигло, наверное, вот просто решиться, что-то делать. Вот почему вот десятое марта там уже пришло, знаешь, бы это была такая окончательная точка. Тут все. Начинаем. Вот что тебя сильно мотивировало? Это, знаешь, всегда этот вопрос больше всего всех интересует. Вот как вы начали? Вот что вас мотивировало? Что у тебя было внутри? Вот что для тебя было сильной мотивацией? Тогда начали. И не бросить уже год. Ты год уже не бросаешь. Я просто в один момент у меня открылась как, я не знаю, душа, что ли. Я просто поняла, что я ненавижу себя. Я не люблю себя. Мне не нравится. Господи, я прям даже плачу, потому что это вот прям вот правда. Вот. И я подумала, что все, хватит. Ну, нельзя, так не может продолжаться. Ну, что меня ждет дальше? Я не люблю ходить по магазинам, потому что моего размера, как правило, нет. То есть, соответственно, это обидно всегда, когда еще он на тебя так смотрит. Типа, ну, что ты вообще здесь делаешь? Тут слонов не одевают, так скажем. Во-вторых, ну, я всегда себя ощущала некомфортно в общественных местах, потому что мне казалось, что все меня осуждают, что я так выгляжу. Вот. И просто я захотела, ну, я не ощущала себя собой. И я поняла, что, ну, все, хватит. Надо брать себя в руки и возвращаться к своему, хотя бы даже не идеальному весу, но к весу, который меня будет устраивать. И совершенно просто случайно я наткнулась на твою страницу. Это просто реально вот типочка таких случайностей, что, ну, такое бывает очень как бы редко, но метко. Ну, видишь, ты не случайный. Да, я, ну, я люблю готовить, поэтому у меня в Инстаграм очень много подписок на всяких блогеров, которые готовят. И тут я подписываюсь на какого-то блогера. И буквально я там на неделю у нее подписана, и вижу у нее пост, что вот диетолог Светлана, курс первая неделя бесплатно. И я думаю, зайду посмотрю. Зашла к тебе на страницу, посмотрела отзывы, фото до и после, почитала информацию про курс, как он проходит, стоимость. Меня это все очень устроило, и я написала тебе, написалась на первую бесплатную неделю. Вот. Но, честно говоря, после первой бесплатной недели, уже перед тем, как нужно было переходить на платную часть курса, тоже очень сомневалась. Когда ты прислала меню на три дня, я посмотрела и такая, так, тут 30 грамм, тут 10, тут 20. А есть-то чего? Когда емся. Меня это так испугало. Я помню, еще написала тебе, ты говоришь, это, ну, в сром виде, когда ты приготовишь, все будет уже как более объемно. И я такая потом еще сижу и понимаю, что я не обратила внимания, что есть нужно шесть раз в день. Что вот этих вот, как казалось, небольших граммов, мне нужно съесть шесть раз в день. Тогда у нас еще было шесть раз, а сейчас уже четырех, а тогда еще было шесть раз. Да. И я поняла, что, ну, я попробую. Я попробую и надеюсь, что у меня все получится. Вот. И после этого я уже с тобой, ну, вот с марта. А, ну, уже скоро год. Представляешь, через месяц тебе будет. Да. Уже скоро. Как тебе дался курс? Ну, знаешь, вот многие тоже переживают, что будет тяжело, там, надо взвешивать контейнеры таскать, там, на сладкое будет тянуть, а сладкое заберутся, весы дадут в руки вместо него. Вот. И многие переживают, что вообще как, ну, пережить это время. Вот насколько тебе было сложно? Вот прям скажи, вот как есть, знаешь, вот если были сложности, вот в чем они были? Первый раз, понятно, очень было сложно. Сложно перестроиться с вот этой мусорной еды на то, что нужно готовить себе, готовить отдельно, потому что это сейчас я знаю, что можно там посчитать, рассчитать, приготовить и на себя, и на молодого человека, и все нормально будет. А тогда, когда первый раз, я как слепой котенок. Я пошла закупаться продуктами, вот в нашу продуктовую корзину на неделю. Я сначала не поняла, что это меню-конструктор можно готовить хоть на три дня, одно и то же, один и тот же завтрак. Взять там обед из другого дня. Я готовила каждый день. Проходит, наверное, недели две. Ну, то есть это готовить каждый день. Четыре, шесть приемов пищи, потому что я была шесть. Проходит, наверное, недели полторы-две. И когда я провожу на кухне почти до двенадцати ночи, я захожу в комнату, подхожу к своему молодому человеку и чуть не плачу, говорю, я больше не могу. Все. Я просто захожу на кухню, там еще ничего не готово, гора посуды. И у меня уже просто вот усталость, что вот ну все. А я говорю, ну, на следующий утро я проснулась. Все, продолжаем дальше. Потом уже после нескольких эфиров я поняла, в чем суть меню, и что, ну, можно не готовить каждый день. И после этого все стало легко. Готовить, ходить с контейнерами мне было, в принципе, не сложно, потому что я работала в организации, у нас не было столовой. То есть, если ты не принес покушать, ты идешь в магазин. Ну, а что ты там купишь? Ну, бпшку, сосиски. Ну, так себе еда. То есть, да, контейнера носила, для меня это было, в принципе, не сложно. Даже я, человек, который всегда говорил, что спорт это не мое, я выполняла твои тренировки, то есть там два-три раза в неделю, все, меня не кантовать, я иду в другую комнату, я тренируюсь. Не получается, очень было тяжело, потому что, ну, вес довольно-таки большой, и упражнения все давались с трудом, даже самые элементарные. Вот, но зато сейчас уже сбросил столько килограмм, ну, спорт для меня это легко и удовольствие. Ты сейчас тренируешься еще где-то, да? Я тренируюсь сейчас в тренажерном зале, я хожу три раза в неделю. Вот. Так вот, начала с домашних тренировок и в зал пошел. Да. При том, что, в принципе, да, у нас, ну, очень так, мягко и лояльно к тренировкам, да, по сути, я всегда говорю, что если вам там тяжело не тренируетесь, но я всегда очень удивлялась вот твоему вот этому упорству, что ты все равно шла и тренировалась. У нас, ну, немногие тренируются на курсе, но ты была как раз одна из тех там совсем немногих, кто-то делал каждую тренировку, каждый день вообще. Просто реально молодец. Очень круто. Скажи мне, какой у тебя вес на сегодня? Сегодня я взвесилась, и мой вес 59,4 кг. Напомню, что начинали мы с 82,5 кг. Я даже вот скажу зрителям, что мы с Машей виделись в декабре на нашем корпоративе в Москве, и я просто Машу не узнала. Уже прошло полвечера, ну, я там совсем поздоровалась, пообнималась, и с Машей поздоровалась. И потом меня просто осенило, что возле меня стоит моя Маша. С Машей-то певи, и Машей расплакались. Слушай, реально, я просто, ну, я еще и думаю, тебя нет, думаю, странно, ничего не написала, вроде бы собиралась приехать, потому что я ожидала увидеть, ну, явно, кого-то покрупнее. И когда я увидела, какая ты маленькая, такая маленькая, такая стройненькая и тоненькая, я говорю, вот прям в жизни ты гораздо меньше вообще, гораздо меньше. Для меня это был просто шок, я говорю, я тебя правда не узнала. Для меня это просто было такое, знаешь, вот как-то. И на самом деле это очень крутой труд, вообще очень большой кусок работы. Маша, скажи, что изменилось в твоей жизни? Вот сейчас вот 59 килограмм, перешли с 80 на 50, это вообще просто, я не знаю, это очень... Что изменилось? Ну, я наконец-то начала себе нравиться. Мне вот спорт, во-первых, мне по кайфу, мне очень нравится заниматься. И я вижу сейчас, как меняется мое тело, как проявляются какие-то мышцы, которых у меня никогда в жизни не было. Я сейчас смотрю на свои руки и вижу там рельеф. И я смотрю на свои ноги, которые просто в два раза уменьшились, на свою талию. И, в общем, я в процессе того, что я начинаю любить себя, я себе очень нравлюсь. Я стала увереннее в себе. То есть теперь меня не смущают общественные места, вообще нисколько. А теперь мне нравится ходить по магазинам. Вот. И я стала жить как бы полной жизнью. Если раньше у меня было такое, что дом-работа, я всегда уставшая, недовольная, всегда с какими-то негативными мыслями, то сейчас бывают, конечно, времена у всех, когда там, да, есть какой-то и усталость, и негатив, но это малая часть моей жизни сейчас. То есть я всегда стараюсь, чтобы мой день был наполнен позитивом. Стараюсь почаще улыбаться. Ну, как-то более полно живу, что ли. Ну, не знаю, как это объяснить, но я счастлива сейчас. То есть если раньше я такого слова даже не знала, а сейчас сидя по улице и просто смотря вокруг, мне просто очень хорошо может быть. Наверное, это и есть счастье. Да. Да, это вот внутреннее, мне кажется, состояние, которое невозможно дать ничем внешне восполнить. Это вот только внутреннее состояние, когда ты доволен собой. Вот когда ты собой доволен. Это правда. Очень круто. Маш, скажи, что бы ты, наверное, пожелала бы тем, кто только начинает. Вот тем, кто сейчас действительно смотрит там и это видео, и еще много других видео. Как похудеть, как похудеть быстро. Знаешь, такие запросы всегда в YouTube идут. Как похудеть и как похудеть быстро на 10 килограмм. И вот кто ищет вот этот вот путь, не может никак решиться. Что бы ты им пожелала или посоветовала? Ну, во-первых, надо поверить в себя, что вы сможете. Потому что я никогда не верила, что я смогу. У меня всегда в шкафу лежала полочка маленькая, ну, вещей, которые мне малы. А вдруг когда-то похудею. Вот это вот, а вдруг. Но я в душе глубоко понимала, что нет, такого никогда не будет. И тут буквально вот, когда я избылась от этих вещей, сейчас они бы мне налезли. Ну, в том плане, что я как бы сама себя тормозила вот этими вещами, что а вдруг когда-то, ну, нет, я не похудею, не смогу. И главное в себя начать верить. Когда вы поверите в себя, у вас всё получится. И если вы, ну, как бы обратитесь к Свете, это действительно человек, который вас похудеет грамотно, вы не будете чувствовать голода, вы не будете чувствовать каких-то там негативных эмоций, какого-то ущемления, ну, со стороны, что там вам чего-то нельзя. Вам можно будет всё, даже сладкое. Только правильное сладкое. Это ничего страшного не происходит, когда вы отказываетесь от плохой еды. Я сейчас это понимаю, что можно просто найти альтернативу любому продукту. И со света похудеть, действительно, это легко, потому что это грамотно. Да, поначалу будет, конечно, сложно это и контейнеры носить, и готовить, и там, если будет желание заниматься, но это того стоит на самом деле. Потом это будет казаться просто такой легкотнёй, что, как бы, ты будешь думать, «Блин, а почему я раньше так не делала?» Я думаю, вот такие советы. Главное – начать и не бросать. Верить в себя, ты обязательно добьёшь результат. Спасибо тебе большое. Маша, хочу тебе пожелать, чтобы ты вот знаешь всего, чего ты хочешь жить, чтобы ты достигала так же, как ты достигла своей цели. Вот реально, чтобы всё тебе так давалось. Может быть, легче, чем этот путь, но чтобы реально ты достигала всех своих целей, и у тебя действительно очень, знаешь, такой характер. Сильно видно вот людей со стержнем. Вот человек со стержнем – это про тебя. Несмотря на то, что ты очень маленькая, очень хрупкая. Какой у тебя рост? 156. 156. 156 рост и вот вес – 82. Я почему и говорю, что я ожидала больше тебя увидеть. И несмотря на то, что ты такая вот маленькая, хрупкая, у тебя внутри такой стержень, что мне просто хочется пожелать, наверное, чтобы каждый смог себе найти стержень и пройти этот путь, действительно, чтобы у всех всё получилось так же, как это получилось у тебя. Вот. Ну, я на самом деле хочу тебе сказать большое спасибо за то, что ты со мной. Со мной уже достаточно долго. Ты очень, очень просто большой пример и мотивация для тех, кто у нас идут и в марафонах, и в курсах. Потому что мы с тобой идём из проекта в проект, и уже о тебе был пост, и сейчас будет ещё видео. Вот. И ты, правда, пример для других. Вот. Несмотря на то, что даже год назад ты даже и подумать не могла об этом, но сейчас ты пример для сотен, для тысяч людей, которые будут смотреть это видео и вдохновляться. Я верю, что если мы с тобой потратили эти 20 минут, и хотя бы один человек увидит и скажет, я тоже пройду этот путь и изменит свою жизнь, то я думаю, что эти 15 минут мы точно потратили не зря. Тебе спасибо большое за исключение за эту историю. И просто тебя люблю. Спасибо, Свет, взаимно. Спасибо за все твои слова, которые ты сейчас сказала. Мне очень приятно. И надеюсь, что, да, вот эта, как кажется, небольшая обычная история действительно кому-то поможет начать. Я тоже тут верю.